Тут несколько было слов о VGS. Вот такое небольшое вступление в это все. Я не готовился. Я думаю, вы это поймете очень быстро. Поэтому будет презентация вот такая. Причем я ее абсолютно не контролирую и видеть даже не буду. Я все-таки решил, что раз эта тема интересна, я расскажу о своем опыте использования и внедрения VGS в рельсовый монолит. И почему это лучше, чем в 2018 году. Почему лучше юзать jQuery в VGS вместо jQuery. Такой самый распространенный вариант – это использовать jQuery для каких-то простых операций. Не знаю, такое небольшое голосование. Поднимите руку, кому приходится писать фронт, будучи рубистом. Да, ну достаточно много людей. А теперь поднимите руку, кому нравится писать фронт, будучи рубистом. Винкулы бывают. Да, нормально. Вот. Весь в ней вон там. Хорошо. Есть хоть один человек, который пробовал в рельсовый монолит впихнуть VGS? Не дозволяйте. Не дозволяйте. Ну, в таких случаях, в принципе, мне кажется, что лучше сделать это втихаря, а потом уже ничего сделать нельзя, знаешь. И уволить тебя нельзя, потому что никто в VGS не знает. Ты такой, ты сидишь и работаешь на проекте. В общем и целом, на самом деле, чем мне нравится VGS и почему, это одна была из причин, почему был выбран именно VGS, потому что VGS позволяет себя впилить в рельсовый монолит и позволяет писать нормальный, адекватный фронт-энд внутри рельсового приложения. То есть здесь был доклад о замене фронт-энда, то есть писать фронт-энд на Ruby, потом это компилиться все в JS. Ну, я лично считаю, что фронт-энд должен оставаться фронт-эндом, а бэк-энд оставаться бэк-эндом. Вот. То есть я для себя понял, что VGS является отличной альтернативой jQuery, то есть полностью все кейсы в jQuery покрывает, при этом разработка идет в 2-3 раза быстрее, в принципе, любой фичи. То есть потому что не нужно руками писать много строк-кода, то есть VGS за тебя это все делает. В чем плюсы VGS в монолите? Тут уже было сказано до этого, что мы переписали все приложение, как это все в принципе происходило. Был у нас MVP на jQuery, он усложнялся, усложнялся, усложнялся. В конечном итоге некоторые страницы-фичи, они собой представляли где-то по 4,5 тысячи строк-кода, написанных на jQuery, и это было очень сложно поддерживать. И когда заказчик приходил, говорил, я хочу, чтобы это немножко себя вело по-другому, тебе приходилось понять, что делать все эти 4,5 тысячи строк-кода для того, чтобы внести небольшое изменение и ничего не сломать. Поэтому, грубо говоря, начал писаться уже собственный какой-то мини-фреймворк библиотека на jQuery, и стало уже острою необходимость для того, чтобы выбрать что-то уже из существующих вариантов. Так как, в принципе, тот же React особо не позволяет пилить это все в монолит, и очень просто взять и стартовать, то было отдано предпочтение в Vue.js, и мы начали пофично пилить какие-то штуки именно на Vue.js, то есть рядом с jQuery. Это была небольшая проблема в начале для того, чтобы понять, как это все работает. Плюс у нас еще был турболинк, который свои интересные штуки привносит в разработку. Но он, кстати, в чем плюс турболинка? В том, что он не перезагружает страницу, и, в принципе, можно юзать безболезненно Store. То есть у тебя будет Store, который от страницы к странице будет оставаться тот же самый. То есть в этом есть небольшой, в принципе, профит. Мы начали пилить фичи на Vue.js, и, в принципе, это было очень успешно, очень легко и просто. Это реально в 2-3 раза быстрее была запилена фича, чем она была запилена на jQuery. Потом мы решили все это дело переписывать. И в чем был выигрыш в долгосрочной перспективе от Vue.js? То, что большое количество кода и уже написанных компонентов просто скопипастились в новый проект. И они стали работать в сингл-файл-компонентах, они начали собираться веб-паком, и, в принципе, все взлетело. То есть не пришлось с нуля это все переписывать. Плюс ко всему Vue позволяет постепенно внедрять и переписывать маленькие куски кода, какие-то маленькие компоненты. Вот, допустим, у нас на проекте были custom selects запилены, которые были запилены на jQuery. Их переписываешь на Vue.js, и вот у тебя уже компонент. То есть уже часть, но у тебя написано на Vue.js. Поэтому, не знаю, всем людям, которые еще не пробовали использовать Vue.js, мой вам совет, просто возьмите на работу и, если же приходится вам писать фронтенд, подключите его и заюзайте. Это вы увидите сразу же прирост производительности и в том, что фронтенд реально будет доставлять удовольствие. Какие проблемы были, когда мы переехали и переписали? Проблемы были как раз с уже упомянутым сегодня сервер-сайт рендерингом. То есть он накладывает очень много ограничений на архитектуру всего фронтенд кода и того, как тебе приходится писать каждую страницу и вообще мыслить. То есть и взаимодействие фронтенд каких-то компонентов и взаимодействие фронтенд и сервера. То есть здесь вот просто скопипастить, к сожалению, не получилось, потому что был выбран путь сервиса от рендеринга, и это все было больно. Вот, и сейчас до сих пор это больно. Но это так было решено, это приносит какие-то свои плюшки. Вот поэтому вот был мой доклад, называется Let's Vue.js, поэтому попробуйте. Я уверен на 100%, что не пожалеете. Все, спасибо. Так, а теперь не расходимся.